Вот он подходит на кассу, чтобы оплатить свой товар. Таких юных покупателей, говорят сотрудники торгового центра, у них еще не было. Вот он, минуя охрану, поднимается по ступенькам лестницы. Здесь уже на третьем этаже выбирает огромную игрушку, а вот на этих кадрах, словно опытный клиент, занимает очередь. Спустя пару минут на мальчика обращают внимание взрослые. Мы у него спрашиваем, а где мама, а где папа? Он говорит, а нет, я один. В торговом центре двухлетний малыш провел около часа. Все это время охрана безуспешно пыталась найти родителей. В результате на место прибежали сразу шесть воспитателей соседнего детсада. Оказалось, ребенок самостоятельно преодолел сотни метров. Никого нет, все в комитете по образованию. Тут же сотрудник дошкольного учреждения просит покинуть территорию. В случае отказа обещает вызвать полицейских. Это новый детский сад нового микрорайона. По всему периметру вот такая тоже новая ограда, где нет ни малейшей лазейки, куда мог просочиться малыш. Вот можете сами в этом убедиться. Есть три выхода, два из которых оказались закрыты на ключ. Но, видимо, вот после этого случая стали закрывать. Сейчас историей с беглецом заинтересовались краевые следователи. Предстоит выяснить причины, по которым ненадлежащим образом организована охрана территории детского сада. А также установить действия персонала дошкольного образовательного учреждения признаки оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья малолетних. Наверняка будут изучены съемки с видеокамер, которыми буквально напичкана здание. Опрошены все сотрудники учреждения и свидетели происшествия. Этот Барнаульский детский сад считается одним из лучших в городе. Так, по итогам прошлого года, 260-й выиграл конкурс «Детский сад Алтая» в номинации «Поиск и открытие. Лучшая инновационная площадка». Кирилл Политов, Алексей Фризин. Наши новости.